Год назад компания AMD запустила свой пробный процессор 5800X3D с увеличенным объемом кэша третьего уровня. И из-за своей отличной игровой производительности он имел оглушительный успех. Это самый продаваемый сейчас процессор по месяцам в Европе, поэтому неудивительно, что в линейке Ryzen 7000 компания развернулась по полной. Есть и 8, и 12, и даже 16 ядерный X3D камень. Там суммарно под 150 мегабайт кэша. В такой объем можно без проблем положить Windows 95. Но в этот раз чуда не случилось. Есть вопросы к производительности, к надежности, да и немало подводных камней, про которые AMD старалась особо не афишировать. Поэтому давайте разбираться, что это еще за кэш, стоит ли рассматривать к покупке процессора Ryzen 7000 X3D, что нужно знать и почему вы должны забыть про Алиэкспресс и Авито. На связи АМК, а сегодня говорим про суровую реальность большого красного кэша. Поехали! Когда процессор справляется со своей работой быстро, это экономит нам время. По мере того, как стремительно развиваются технологии, также активно развиваются нейросети и искусственные интеллект, который задуман помочь нам в совершенно разных задачах. Все вы слышали про чат GPD, Миджорни и о том, какие сумасшедшие вещи они творят. Если вам это интересно, вы должны знать об университете искусственного интеллекта, через который прошли уже более 5000 студентов со всего мира. Их образовательная база контента по ИИ одна из самых больших в мире, а программу обучения одобрила Российская Академия Наук. Я уже говорил, что уже через пару лет мы, скорее всего, не сможем представить себе повседневную жизнь без помощи нейросетей. Если вы тоже так считаете, приглашаю вас на бесплатный трехдневный интенсив, где вы сможете разработать 9 нейронных сетей даже без навыка программирования и попробовать себя в качестве AI-специалиста. Бонусом за регистрацию интенсив для наших подписчиков будет бесплатный вебинар «Чат GPD. Создаем нейронку без единой строчки кода». На полноценном курсе от Университета ИИ вы сможете получить гарантированную стажировку на реальных проектах в крупных компаниях, гарантию трудоустройства, которое прописано в договоре, возможность творить и развиваться, оставаясь востребованным специалистом с высокой зарплатой по сравнению с другими специалистами на рынке IT. Вы обязательно напишите свою дипломную работу, нейросеть, которую сможете презентовать работодателям. Получите портфолио с опытом написания 32 нейросетей и готовыми фреймворками. Также получите доступ к эксклюзивной HR-платформе для трудоустройства исключительно для студентов Университета. Университет уже устроил студентов такие компании, как Huawei, Dell, дочернюю компанию Amazon, WTB, Яндекс, Роскосмос и многие другие. Присоединяйтесь к бесплатному интенсиву и попробуйте все сами. Ссылочка и подробности в описании. Едем дальше. И для начала, что такое кэш? Это небольшой объем очень быстрой памяти, которая находится максимально близко к вычислительным блокам процессора и нужна для ускорения работы. Все дело в том, что с точки зрения процессора ОЗУ находится далеко. И это стало проблемой для десктопных камней уже в 90-е, когда они перешагнули за сотню МГц. Это привело к тому, что время такта снизилось до единиц наносекунд, тогда как обращение к памяти занимает на порядок, а то и два больше. Решение в Intel придумали быстро. Снабдили процессор небольшим объемом собственной памяти, доступ к которой занимает один, в худшем случае несколько тактов. Хранение в таком кэше инструкции и важных данных позволяет ощутимо снизить время ожидания информации вычислительными блоками, что и вылилось в прирост производительности. Но почему тогда до последнего времени никто не задумывался о кэше? Да, многие знают, что в современных CPU он имеет три уровня, различающихся по скорости доступа и объему и суммарно достигает нескольких десятков мегабайт. На этом все. Ответ тут прост. Последний раз проблема с кэшем остро стояла лишь в начале нулевых, когда простым Celeron кэша второго уровня ощутимо не докладывали. Всего 128 килобайт против 256 или даже 512 килобайт у Pentium 4 на LGA478. Тогда это приводило к тому, что на одинаковых частотах сельдерей мог на 20-30% проигрывать пеньку. Дело в том, что в то время кэш был дорогим и проблемным, как и любая другая новая технология. И при этом, как и сейчас, занимал большую часть площади чипа. Поэтому для удешевления производства процессоров чаще всего резали именно его. Уже к середине нулевых с выходом LGA775 проблемы были решены. И даже базовым Core 2 Duo щедро насыпали аж 4 мегабайта кэша. А поздние Core 2 Quad могли похвастаться уже 12 мегабайтами быстрой памяти L2. И с тех пор прогресс в кэше сильно замедлился. Да, появился еще более низкий уровень L3, доступ к которому могла иметь даже интегрированная графика. Но в целом формула в 2-3 мегабайта кэша на ядро с тех пор не менялась, потому что процессорам буквально не нужно было больше данных для быстрого доступа. И именно поэтому вышедшее в 2014 году пятое поколение процессоров Intel, оно же Broadwell, с треском провалилось. Попытка добавить 64 или 128 мегабайт eDram или кэша 4 уровня на отдельной микросхеме давала реальный прирост лишь в единичных задачах, где нужно было работать с большим объемом предсказуемых данных. Например, при архивации. В играх, при работе с мультимедией, графикой, новинки нередко оказывались даже хуже предшественников из-за более низких тактовых частот. Хотя, конечно, полностью тупиковым eDram не стал. Как раз в пятом поколении Intel ощутимо бустанула свою интегрированную графику Iris, которая также имела доступ к этой памяти. Это породило несколько линейок ультрабуков, которые были способны тянуть на интегряшках свежие на тот момент игрушки, включая третьего Ведьмака на минималках. Но, разумеется, в случае с десктопами это было мало кому тогда интересно. Поэтому с выходом Skylake Intel предпочла забыть о L4. И вот спустя почти 10 лет после выхода пятитысячных Intel'ов AMD резко анонсирует восьмиядерный Ryzen 5 800 X3D с дополнительной микросхемой кэша L3 на 64 мегабайта. Производить его было нелегко. Дополнительный кэш идет вторым этажом над кристаллом с ядрами. И чтобы бутерброд влез по толщине под крышку, пришлось срезать 95% пустого кремния, доводя толщину ядерного чипа всего до 0,02 мм. Бонусом идет использование самого свежего степпинга B2, что позволило снизить рабочие напряжения, а также пониженные на пару сотен мегагерц частоты относительно обычного 5800X. Ну и вишенка на торте, такой процессор не получится разогнать традиционными методами через BIOS. AMD объясняет это нежностью кристалла с 3D-V кэш, который просто не переживет повышение напряжения. Но самым интересным был вопрос о том, какой прирост производительности даст утроенный объем кэша L3. Ведь за последние десятилетия мы уже привыкли к тому, что информацию о кэше нам подают скользь, и никто уже давно не изучает его влияние на производительность. Да и такой возможности особо не было, что AMD, что Intel урезают кэш обычно вместе с ядрами, и последние, очевидно, влияют сильней. С другой стороны, у Ryzen из-за чиплетной структуры всегда были проблемы с задержками доступа к ОЗУ. Поэтому именно такие камни должны лучше всего отзываться на увеличение объема кэша. Более того, решения AMD с одним ядерным кристаллом оказываются по скорости записи данных в память аж вдвое медленнее, чем старшие 12-16 ядерный Ryzen с двумя кристаллами. Эту проблему также призван решить увеличенный кэш. Собственно, так и оказалось. Конечно, с лозунгом, что Ryzen 5 800X 3D это лучший игровой процессор, AMD слегка погорячилась. Все-таки лучший камень от Intel на тот момент i9-12900KS был слегка быстрее в играх, хотя и ощутимо дороже и горячей. Но прирост относительно обычного 5 800X, даже с учетом чуть большей частоты последнего, был серьезным. В среднем около 20%. Даже 16-ядерный 5 950X в играх был хуже. Хотя здесь ничего удивительного, единичные проекты могут загрузить работой три десятка потоков. Но вот в рабочих задачах ситуация была куда скромней. В большинстве программ 5 800X оказывался даже быстрее, лишь с жадным до памяти архивированием 5 800X 3D слегка вырывался вперед. И это понятно. Вычислительные задачи предсказуемы, что позволяет обойтись меньшим объемом кэша для подпихивания процессору данных в быстром доступе. Особенно, если учесть, что 32 мегабайта у 8-ядерного 5 800X это больше, чем у 16-ядерного i9-12900K, который довольствуется только 30 мегабайтами. А вот в случае с играми предсказуемости меньше, да и нередко нагрузка на память высокая, поэтому большой объем кэша действительно нивелирует большие задержки доступа к ОЗУ. В итоге на AM4 всех все устраивало. Хочется максимальную производительность в играх от пятилетнего сокета на уровне 12-го поколения процессоров Intel? 5 800X 3D отличный выбор даже для не самых топовых плат с такой себе реализацией в РМ. Процессор сам по себе достаточно энергоэффективный из-за отборного чипа и сниженных частот. Хочется максимальную производительность в рабочих задачах. Есть 16-ядерный 5 950X, который навязывает конкуренцию i9-12900K. Но нужно отдать должное. AMD закрыли эпоху AM4 с лучшей стороны. Так что теперь остается ответить лишь на два вопроса. Почему Intel не вернулась к технологии E-Dram или E-Dram и какими вышли Ryzen 3D V-Cache на AM5? В случае с Intel ответ простой. В увеличенном кэше нет нужды. Компания продолжает использовать один монолитный кристалл со всеми ядрами и контроллерами внутри, в отличие от разнокристальных Ryzen. Как итог у синих, задержки доступа к ОЗУ и между ядрами ощутимо ниже, чем у красных. Поэтому процессоры Intel комфортно себя чувствуют с относительно небольшим объемом кэша, который в любом случае компания время от времени слегка увеличивает. При этом в следующем, 14-м поколении процессоров, Intel по слухам перейдет на чиплетную структуру и вернется к идее кэша четвертого уровня, который будет отдан интегрированной графике. С учетом того, что последняя будет на архитектуре ARC, Intel вполне может побороться за звание производителя лучшей интегрированной графики с AMD, которая до сих пор лидер в этой области. Что касается AMD, то компания продолжила использовать чиплетную архитектуру. Как итог Ryzen 7000 имеют один или два кристалла с ядрами и один с контроллерами ввода-вывода, а также с простенькой интегрированной графикой. То есть контроллер ОЗУ снова отделен от ядер. Но AMD сделала все возможное для снижения задержек. У Ryzen 7000 частота внутренней шины Infinity Fabric доведена до 2000 МГц, что ранее было доступно только для лучших Ryzen 5000 и то с разгоном. Кроме того, в случае с DDR5 огромное влияние имеют именно большие внутренние задержки. Поэтому даже в случае с однокристальными процессорами Intel переход с DDR4 увеличивает время доступа к памяти до полутора раз. Как итог, в случае с Ryzen 7000 задержки ОЗУ оказываются сравнимыми с Intel Core 12 и 13 поколений при работе с DDR5 на одинаковой частоте. Да и по пропускной способности большой разницы между ними нет. Но при этом на Intel 13 поколения возможности по разгону лучше. Можно замахнуться и на 7000 МГц, пробив сотню гигабайт в секунду пропускной способности. Получается, что увеличенный кэш Ryzen снова нужен. И да и нет. Начнем с топовых Ryzen 7900X3D и 7950X3D. У них изначально два процессорных кристалла по 32 МБ памяти L3 и к первому из них теперь добавляется еще один чип 3D vCache на 64 МБ, доводя суммарный объем кэша третьего уровня до 128 МБ. И это приводит к новой интересной проблеме. Получается, что один процессорный кристалл теперь тонкий и с 96 МБ памяти, а второй обычный с 32 МБ. И разумеется, лазить за данными в кэш первого кристалла из второго долго. При этом работа кэша для программистов полностью прозрачна. Рулением занимается сам процессор. Еще одна проблема осталась со времен 5800X3D. Двухэтажность и нежность дополнительного кэша привела к ограничению напряжения, чистоты и теплопакета. Причем последний снизился достаточно ощутимо. Со 170 до 120 Вт. Как это отразилось в рабочих задачах, которым в большинстве своем огромный L3 не нужен, очевидно. Обычные версии Ryzen без X3D оказываются и слегка быстрее и ощутимо дешевле. Более того, проблему с низкой пропускной способностью DDR5 дополнительный кэш не исправил просто потому, что для вычислительных задач это не проблема. Тот же рендер не замечает даже перехода с 1 канала в 2 канал. Чего уж тут говорить о разнице в скорости с 4 каналом. А что по играм? К тому же 5800X дополнительный L3 ощутимо помог. Поэтому и не удивительно, что у старших Ryzen 7000 ситуация аналогична. Что Windows, что игроделы уже научились работать с чиплетными камнями AMD и стараться нагружать именно первый восьмиядерный кристалл, который как раз и имеет шапку в виде 3D Vcash. Так что и Ryzen 7 950X 3D и 7900X 3D на 10-15% быстрее обычных версий. Тут никаких сюрпризов и даже 13900К слегка позади их. Но тут возникает интересный нюанс. Как мы уже объясняли в одном из предыдущих роликов, 8 ядер для игр хватит еще надолго. То есть брать 16-ядерный 7950X 3D чисто на поиграть не самая здравая идея. А в рабочих задачах обычные версии этих CPU лучше. Вот и получается, что старшие X3D интересны разве что тем, кто активно занимается вычислительной работой и хочет одновременно играть с картой уровня RTX 4090. Разумеется, таких пользователей не очень много, так что для большинства такие процессоры не представляют интереса. Так что спустимся до более народного восьмиядерного 7800X 3D. В рабочих задачах ситуация тут ровно такая же, как у старших собратьев. Обычные 7700X чутка быстрее из-за более высоких частот. Но с другой стороны, никто не берет такие процессоры для расчета погоды на Марсе. А вот для игр 8 ядер оптимально. И тут новинка красных показывает себя просто отлично. Лишние 64 мегабайта делают ее на 10-15% быстрее и как итог 7800X 3D напрямую соревнуются с топовым и гораздо более дорогим i9-13900K. Казалось бы, вот он, лучший игровой процессор современности. Но тут опять вылазит нюанс. 5800X 3D был хорош в том числе потому, что это была вишенка на торте AM4. Ничего лучше для игр на этом сокете нет и уже не будет. Если хочется больше FPS, то нужно тратить много денег для перехода на AM5 или LJ1700. А вот в случае с AM5 линейка Ryzen 7000 первая, но далеко не последняя. И с учетом того, что даже быстрый Ryzen 7 7700X без проблем вытягивает RTX 4090 в реалистичных для нее разрешениях 2К и выше, нет никакого смысла в покупке 7800X 3D, ибо через год выйдут Ryzen 8000, которые по слухам будут на 20-25% быстрее и которые точно обгонят X3D версии, при этом стоить новинки скорее всего будут даже дешевле. Так что 7800X 3D безусловно хорош. Но здесь и сейчас и только для тех, кто хочет играть с топовой видеокартой в Full HD на 360-герцовом экране, выжимая железо максимум плавности. Для реалистичных геймеров нет никакого смысла доплачивать за 64 мегабайта кэша лишние полторы сотни долларов или аж 20 тысяч рублей на Али. Они дадут минимальную разницу далеко за 200 FPS, так что почувствовать, что деньги потрачены не зря, не получится. Может быть польза от 3D vCash есть в других применениях? Первое, что вспоминается, это интегрированная графика, которая как раз появилась во взрослых Ryzen 7000. К тому же были слухи, что лишние 64 мегабайта кэша увеличивают ее производительность аж в 3-4 раза. Увы, оказалось реальный буст меньше 10%. Да и сама по себе эта графика не способна ни на что больше, чем тянуть доту на минималках. Но, что самое печальное, Ryzen 7000 X3D оказались слишком нежными. И хотя разгон любых X3D процессоров через BIOS заблокирован, многие утилиты позволяют увеличивать напряжение на процессоре из системы. С печальным результатом. Малейший выход за пределы 1.35 вольт приводит к гарантированной смерти. Это же касается и Ryzen 5 800 X3D. Более того, даже если не баловаться с разгоном, у многих старшие двухкристальные Ryzen 7900 X3D и 7950 X3D умирали сами по себе. У кого-то на следующий день после покупки, у кого-то через месяц. Возможно дело в разнородном нагреве двух процессорных кристаллов, ведь только один из них имеет второй ярус с кэшем. Но в любом случае проблема есть и достаточно массовая. И самое худшее в том, что официально в России эти процессоры не купить. Они есть лишь на различных маркетплейсах. Поэтому если спустя пару недель после покупки свежей Ryzen отправиться в кремниевую Вальхаллу, вернуть деньги уже не получится. А стоят такие чипы немало. Касается ли эта проблема однокристального Ryzen 7800 X3D пока неизвестно, но лучше не рисковать и дождаться их появления в крупных сетевых магазинах. Обычно как? Первый блин комом. Но с технологией 3D V-Cache оказалось все наоборот. Ryzen 7500 X3D получился на редкость хорошим процессором, который продлевает жизнь сокету AM4 в играх на долгие годы вперед. У AMD были все шансы повторить его успех с AM5, но как-то не удалось. Старшие процессоры, которые обычно берут под вычисления, буста от лишнего третьего уровня кэша не получают вообще, даже проигрывают обычным версиям. Младший восьмиядерный 7800 X3D с одной стороны оказался лучшим игровым камнем современности, только вот на деле почувствовать это не получится, чего не скажешь про ощутимую переплату за него. А с учетом того, что на горизонте уже видны продвинутые Ryzen 8000, да и новости о внезапных смертях 7000 X3D оптимизма не прибавляют, нет никакого смысла в покупке таких процессоров. Если вспомнить, что обычные Ryzen 7000 уже активно дешевеют за рубежом, рано или поздно это докатится и до России. Они все еще остаются наилучшим выбором по цене производительности на сокете AM5. Рейтинг процессоров вы можете найти по ссылочке в описании в нашем телеграм-канале, там мы публикуем свежие новости из мира железа и высоких технологий, все доходчиво, кратко, в общем подписывайтесь. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин, еще увидимся, пока.